Нынешний год объявлен президентом страны Годом культуры. Ни у кого не возникает сомнения, что духовная пища – важная составляющая жизни каждого. Человеку необходимо место, где он может соприкоснуться с прекрасным, в тишине посидеть с книгой, послушать любимую музыку, посмотреть красивый танец и просто получить человеческое общение. Такими социокультурными центрами в поселениях района являются Домокультуры. Отрадно, что один из наших сельских ДК признан лучшим в крае. О буднях Анастасийского Дома культуры в следующем материале. В любой день недели, в любую погоду в Анастасийском Доме культуры кипит жизнь. Репетиции, конкурсы, праздники, концерты. В прошлом году здесь провели порядка 1300 мероприятий. Это в среднем по три мероприятия в день без выходных. Объемы работ впечатляют. И хотя директор ДК Татьяна Датско, улыбаясь, говорит, что к краевому конкурсу, в котором им удалось занять первое место, специально не готовились, видно – награда нашла достойных. К делу несения культуры в массы здесь относятся со всей серьезностью и ответственностью. В Доме культуры должен работать человек, который живет именно душой. Потому что просто так прийти и сидеть, какие-то бумаги заполнять здесь нельзя. Здесь постоянно должны появляться какие-то новые мысли, какие-то новые идеи. Нужно уметь общаться с людьми, нужно уметь привлечь людей сюда. Нужно жить этим. Более 1200 человек ежедневно находят здесь приют для души, занимаясь в различных коллективах народной самодеятельности, кружках и клубах по интересам. Причем возраст завсегдатаев от трех лет в цирковой и хореографической студии до 80 и старше в кружках рукодельников и поэтов. Одни из самых активных посетителей клуба – это шашисты и шахматисты. Они приходят в ДК, невзирая на погоду и время года. Для многих это место – второй дом. Место, где можно прийти, развлечься, посмотреть концерт и все прочее. Ну, провести время, короче, и молодежи, и нам, старикам. С досуговой составляющей коллектив Дома культуры справляется на ура. А вот с материально-технической базой помогает политика государства. Конкурс на лучшее сельское учреждение культуры, проводимое в рамках поддержки отрасли, позволил выиграть анастасиевцам грант в размере 100 тысяч рублей. Еще столько же добавили из бюджета поселения, и в концертном зале появилась новая аппаратура. Такое приобретение, безусловно, позволяет качественно повысить уровень проводимых мероприятий. Также в конкурсе были отмечены премиями и три руководителя творческих объединений из анастасиевского ДК. Это Антонина Демчук, Галина Кузнецова и Вера Петихина. Благодаря материальным поощрениям, руководитель детского хореографического коллектива «Узорица» сегодня хвастается новыми сценическими костюмами. В репетиционной комнате народного фольклорно-этнического ансамбля «Казачьи напевы» сделан ремонт. Приобретена новая оргтехника. Активная позиция работников Анастасиевского Дома культуры позволяет улучшать и качество предоставления этой услуги, что в целом позволяет жителям поселения более комфортно проводить свой досуг, а вместе с этим и духовно развиваться. Продолжение следует...